И вновь доброе утро, дорогие телезрители. На календаре 22 января, понедельник. И уже сегодня определится финалист номинации «Деятель культуры» Всенародной премии «Гордость Якутии». Как же определяется победитель и что за премия такая сегодня? Об этом и о многом другом в нашей студии расскажут организаторы этого конкурса Григорий Фоменко и Вероника Амосова. Доброе утро. Доброе утро. Итак, для начала расскажите, пожалуйста, нам, что за премия такая «Гордость Якутии». Мы запустили нашу премию 27 сентября в рамках «Дня государственности». Она призвана объединить население республики в какой-то степени, потому что участвуют не только, естественно, люди с Якутска, но и с самых отдаленных улусов, и с Анабарского, и с Булумского. Вообще отовсюду к нам поступают заявки. Вот мы хотели как-то вот так сплотить население и найти тех людей, которые ведут деятельность, но, к сожалению, она не освещена ни в СМИ, ни в каких-то других ресурсах. Ну, хочется просто увидеть человека, который живет на севере, допустим, долгие годы работает, там, по 20, по 30 лет у него стаж, и тем не менее вот его деятельность не замечена, и мы решили запустить. Это совершенно разные люди будут, ну и, соответственно, разные номинации. Да, первая номинация у нас была «Учитель», потом у нас была номинация «Молодежный лидер», потом номинация «Врач», и сейчас, сегодня у нас завершается финальное голосование в номинации «Деятель культуры». И в ближайшее время, в ближайшие 2-3 дня мы запустим сбор заявок среди участников номинации «Предприниматель». А вообще кто может принять участие в этом конкурсе? Всего у нас 12 номинаций в течение года, они будут все проведены. То есть каждая номинация в один месяц, да? Да, получается, что так. И самое важное в этой премии, мы считаем то, что кандидат может выдвинуться не сам, а его могут предложить его население, например, его коллеги, которые вместе с ним работают, население села, района, которыми гордится и хочет рассказать о нем всей республике. А как определяется в итоге финалист, победитель, каким образом это все происходит? Посредством голосования, то есть мы запускаем сначала отборочное, это порядка, в этой номинации 22 человека, а вот во время первой номинации учитель, мы поставили рекорд сразу же, у нас было 88 участников. Да, мы пока его еще не побили. А этапов как таковых нету, да? А, этапы есть. Сначала вот отборочное голосование идет, и потом небольшой перерыв делаем, определяется пятерка финалистов, и мы раздаем задание взять интервью журналистам газеты «Якутия». Мы как конвергентный холдинг работаем все вместе. И через 2-3 дня после окончания отборочного голосования стартует финальное. И по итогам финального голосования определяется победитель в номинации. То есть, получается, путем только голосования определяется победитель. Все верно, да? Да, все верно. Голосование приходит, кстати, на сайте ЕСЯ, но и также приходит на других площадках, в социальных сетях. Это в группах ЕСЯ, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Одноклассниках. Сейчас как раз вот вы видели фотографии пяти финалистов, которые борются за звание деятелей культуры, а это уже учитель, это врач, да? Врач. Это уже врач. Ага. Сегодня будет определяться, вы уже наверняка знаете, да, кто станет деятелем культуры. Как вы думаете сами, вот ваше личное мнение, да? Каким должен быть человеком, чтобы вот стать обладателем этой премии, вот деятель культуры? Да. Ну, я считаю, что заслуженные звания и награды очень важны, конечно. Но, естественно, без самоотверженности человек вряд ли сможет заниматься культурой и быть выдающимся деятелем культуры. Ну и, конечно, важна искренняя любовь к искусству. Вот без нее невозможно, опять же, заниматься этим. Вы перечислили ряд номинаций. Как сказали, каждый месяц будет разное. А вот в следующем месяце, может быть, какая-то еще нас ожидает? Да. Да, в следующем месяце мы уже скоро подаем, как сказать, начинаем прием заявок на номинацию предпринимателей. А, как раз таки предпринимателей. Да, то есть уже есть определенные критерии и уже можно подавать заявки от имени каких-то предприятий. Это может быть как город Якутс, как и все районы республики. А какие критерии? Критерии. Это у нас стаж. Стаж предпринимательской деятельности 5 лет. Владение бизнесом на территории республики, естественно. И я прописал такой критерий, как участие в экологических акциях, в социальных и благотворительных. Может быть, содействие в строительстве каких-то социальных объектов. Не обязательно прямо в полном масштабе, но настолько, насколько позволяет, конечно, капитал предприятия. Но чтобы все равно такая деятельность была у предпринимателя. Это последняя номинация, которую вы планируете в этом году проводить или нет? 12 будет всего номинация. А следующая, после предпринимательской деятельности, как будет? Пока мы не определились. Пока не определились. А как проходит обычно финал в каждой номинации? То есть участники, вот эти финалисты, пятерка приезжает в Якутск, да? То есть проходит награждение. Мы победителя зовем только на награждение. А во время финального голосования с каждым из них выходит отдельное интервью. То есть это как отдельная история о человеке, о его работе, о его деятельности. Почему его выдвинули, как он считает? Сегодня вот состоится финал, да? Сегодня будет определен человек, который победил номинации «Детель культуры». Да, вот во сколько будет проходить это все награждение, где? Ну вот сегодня, буквально через 4 часа, уже голосование закрывается. И мы, я хочу сказать, что участвуют не только мы с Вероникой. Журналисты газеты «Якутия» делают интервью. Ребята из ИСЯ считают голоса, допустим, в соцсетях. Ну то есть это тоже такая, это порядка 10 человек, наверное. Заняты, да? Да, заняты. Все голоса должны быть проверены, потому что... Чтобы все было честно. Чтобы все было честно, да, никаких накруток, чтобы не было. Потому что это действительно народный выбор должен быть. То есть этого человека выбрал он население. А голосование, вот вы сказали, через 4 часа завершится. То есть во сколько это в... В 12 часов, да. Ага, да, есть шанс повлиять. Дорогие друзья, голосуйте, пожалуйста, за того человека, которого вы считаете, что он действительно достойный этой премии. Деятель культуры до 12 у вас есть шанс. Огромное спасибо, Григорий, Вероника, за то, что нашли время, пришли к нам в студию рано утром. Приходите к нам чаще.